Интернет подвергся мировой ботнет-атаке. Интернет-ресурсы по всему миру оказались временно недоступны из-за масштабной хакерской атаки на сетевое оборудование CISCO. По данным исследовательской группы CISCO TALOS Intelligents и хакеры обнаружили уязвимость в клиенте Smart Install. Как уточняет Solar Security, в интернете идет мощная ботнет-атака, при которой адреса сканируется на наличие уязвимости в CISCO iOS, позволяющей удаленно выполнять команды на устройствах CISCO. Из-за атаки пострадали несколько крупных провайдеров. Вечером 6 апреля некоторое время был недоступен Твиттер. Кроме того, предположительно, из-за этой же атаки не работали сайта газета «Комсомольская правда» и «Петербургской фонтанки». В CISCO выпустили патчи для обнаруженной уязвимости. ТALOS предполагает, что за атакой стоит связанная с российскими властями группировка Dragonfly. Компания не исключает взломов американских федеральных ведомств, в том числе энергетических и военных. По информации лаборатории Касперского, которую приводит Интерфакс, хакеры атакуют коммутаторы CISCO. Какая группировка стоит за этим, российские специалисты пока не знают. Злоумышленники перезаписывают образ системы CISCO iOS и меняют конфигурационный файл, оставляя в нем послание «Донот Месс Свидхаур и Лецтьянс». «Не вмешивайтесь в наши выборы», цитирует агентство сообщения Касперского. В лаборатории отметили, что атаки подвергаются целые дата-центры, из-за чего оказываются недоступны многие известные интернет-ресурсы. В основном, в российском сегменте. Касперский предполагает, что масштабы взлома могут быть очень серьезными. CISCO американский производитель сетевого оборудования. Перейти в мою ленту «Новость размещена на сайте вседоски.com». Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявления сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.